Сегодня на завтрак мы будем с вами готовить полноценный омлет. Итак, возьмем молоко, яйца, одно. Ой, надо достать. У меня капустка лежит, надо тоже сварить. И второе яйцо. И что нам еще надо? Соль, сода, масло, на котором буду жарить. Ну и ингредиенты. Помидорку возьмем небольшую. И где-то у меня еще остались грибочки. А вот тут, вместе с мясом. Мясо вчера не съела, надо сегодня доесть. И немножечко грибочков. Разбиваем яйца. Так, включаем сковородку. Нарежем масло. Я жарю на сливочном масле, а не на растительном. Венчиком взбалтываем сливочное масло. Два лица. Так, добавим соли и соды. Соли. Сода. Снова взбалтаем. И нальем молока. Вот так. Пятьдесят на пятьдесят. Опять взбалтываем. Все, основа омлета у нас готова. Нужно наливать. Так что тут у нас уже... Наливаем. Так, омлет почти готов. Накрываем крышечкой. Крышечка большая, ну ладно. И ждем, когда он немножечко поднимется. А пока готовим ингредиенты. Возьмем еще сыра в добавку. Нарежем с помидоркой. Ну вот, нарезали. Теперь надо засыпать все. О, омлетик-то у нас как хорошо уже поднялся. Ставим на пятерочку. И насыпаем ингредиенты. Так, грибочки. Вот так, замечательно. По всей поверхности раскидываем. Теперь добавляем сыр. О, какой вкусный омлет у меня будет. Тоже по всей поверхности распределяем. И помидорки. Вот так красиво у меня получилось, но чего-то не хватает. Кажется, надо зелени добавить. Пойду на балкон, посмотрю, что у нас есть. Тут у нас уже созревает одна помидорка, а две еще пока зелененькие. Гераньки растут. И есть петрушка, укропа нет. Ну ладно, для украшения петрушечки наберу. Листиков в пять. Так. Вот так. Сегодня будет самый жаркий день в августе. Клюс 30 ожидаем. Пока утро. Пока прохладно. Ну что, украшаем. Здесь вот пусто. Так. Сюда положим. Где тут еще? Вот сюда. По центру, конечно же. Ой. Вот так. Ну и еще с одного края. Ну, отлично получилось. Так. При чипулин, при марафите. Какая красивая. Нет, еще одного листика вот сюда не хватает. Так. Вот сюда. Раз. И еще один у меня остался. Вот сюда воткнем. Два. Еще чуть-чуть подсолим. Все. Можно есть. Вот такой вот получился омлет. В лучах рассвета. Сейчас буду есть. Прямо такая домашняя пицца с утра. Обалдеть. Редко у меня такой хороший омлет получается. Даже на тарелку удалось перекинуть. Грибочки, помидорки, сырочек. Реально пицца. Ну что, попробуем? Вот такой кусочек. Ммм. Вкусняшка. О, боже мой, как вкусно. А самое главное с грибами. Я очень люблю грибы. Недавно открыла для себя омлетики и прямо кайфую сейчас летом от его вкуса. Вот еще такой омлет я делаю с цветной капустой, грибочками и сыром. Разнообразие омлетов, как и пиццы. Можно делать с чем угодно, когда угодно. Лишь бы были яйца и свежее молоко. Ну и опять же таки соль и сода. Вот еще такой омлет у меня получился с куриной тушенкой. Сейчас добавлю еще помидорку, которую вырастила у себя на балконе для красоты. И будет еще один тип омлета. Ах, как пахнет помидорка. Прямо вкус из детства. Вот она натуральная. Натуральный продукт. Так, выкладываем красиво. Где у нас тут пустые места? Жалко, зелени сегодня нет. А, пойду петрушечки еще на ровно балконе. Точно-точно. Петрушка для красоты. Вот и петрушечка подоспела. Осталось у меня несколько листиков на балконе. В общем, натур-продукт с балкона. Так, красота какая. Обалдеть. Еще один. Сюда. И еще один вот сюда. Нет, этот тогда вот куда мы. Вот сюда перенесем. А этот перенесем вот сюда. А этот сюда. Обалденно красивый омлет у меня получился. Вот еще один тип омлета. Экспериментирую дальше. Субтитры делал DimaTorzok